Предстоящие выходные в мире отметят День памяти жертв СПИДа. С каждым годом ВИЧ-инфицированных в стране становится все больше в зоне риска наши родные и близкие. Что нужно знать о ВИЧ-инфекции, смотрите в нашем следующем сюжете. Мы много слышим о том, какое это серьезное заболевание и как опасны люди, которые заражены вирусом иммунодефицита. Страх рождает множество мифов. Мы собрали выдержки из популярных статей в интернете и попросили прокомментировать их главного врача Республиканского центра по борьбе со СПИДом Алексея Щербакова. СПИД и ВИЧ – крупнейшая ложь 20 века. Как ни странно, в наше время существуют ученые, которые опровергают существование ВИЧ. По их мнению, вирус иммунодефицита – ничто иное, как надуманная болезнь, искусственно созданная для того, чтобы зарабатывать на ней деньги. На мой взгляд, эта теория не имеет вообще права на существование, поскольку она приносит очень много вреда людям, которые больны СПИДом. В том числе, вот, есть такое движение СПИД-диссидентское. И даже люди, которые болеют данным заболеванием и отказываются от лечения, от всего, как правило, продолжительность их жизни составляет 10-12 лет. Не более. Все методы доказательной медицины говорят о том, что ВИЧ-инфекция есть. ВИЧ-инфекция – это тяжелое инфекционное заболевание, последней стадией которой является СПИД. И сразу хочу сказать, что необязательно, если у вас ВИЧ-инфекция, то вы дойдете до последней стадии. Если вовремя начать лечение, то до последней стадии никто не доходит. Результаты обследования на ВИЧ могут оказаться ошибочными. Получить сложно-отрицательный результат можно только в том случае, если с момента заражения до сдачи крови прошло недостаточное количество времени. В этом случае специалисты советуют сдать кровь еще раз через 3-6 месяцев. Бывают и ложноположительные результаты исследования. Чаще всего они возникают при проведении теста с помощью экспресс-полосок. Закупили экспресс-тесты для использования не крови, а ясневой жидкости, слюны. По чувствительности, конечно, они намного менее чувствительны. После обследования экспресс-тестом однозначно надо обследоваться по крови, по сыворотке крови. Если беременная женщина заражена ВИЧ, то вирус обязательно передастся будущему ребенку. Эта информация давно уже устарела. Если лет 5 назад беременной женщине с положительным ВИЧ-статусом советовали делать аборт, то сегодня ситуация в корне переменилась. Женщина должна знать, что она должна прийти на учет в Центр СПИД. Если она ВИЧ-инфицирована, риск рождения ВИЧ-инфицированного ребенка при проведении трехэтапной химиопрофилактики сводится практически к нулю. Присутствует вероятность заразиться ВИЧ в салоне красоты. Теоретически это реально в том случае, если салоном не будут соблюдаться правила обработки рабочего места и инструментов. Однако на практике таких случаев в Чувашии не было зафиксировано. Положительный анализ ВИЧ – это смертельный приговор. ВИЧ-инфекция. Она лечится, но не излечивается. То есть это постоянное лечение. И все ВИЧ-инфицированные пациенты, которые придерживаются наших рекомендаций, они спокойно и нормально, полноценно живут. Знать свой ВИЧ-статус должен каждый. Даже если вы не относитесь к группе риска, сдавать кровь следует хотя бы раз в год. Дарина Игнатьева, Лик Икимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова